В спорткомплексе «Юбилейный республиканская столица» прошел межведомственный турнир по мини-футболу между силовыми структурами и представителями судебной системы. Соревнование было организовано Верховным судом Карачева-Черкесии и посвящено 30-летию Конституции России. На спортивном мероприятии побывал наш корреспондент Алихан Левшоков. В межведомственном турнире по мини-футболу приняли участие 9 команд – представители различных силовых структур и сотрудники судебной системы. Стремление к победе в спортив назад демонстрировали футболисты. Открывая состязание, председатель Верховного суда Карачева-Черкесии Наурус Левшоков поздравил всех с 30-летием принятия Конституции России и пожелал всем яркой, честной игры. Я вас поздравляю с этим праздником. Хочу пожелать, чтобы, поскольку Конституция присутствует ежедневно в нашей жизни, чтобы и оберегает нас, защищает права каждого человека. Приятно видеть, что представители ведомств уделяют особое внимание здоровому образу жизни. И сегодня мы увидим зрелищный футбол, отметил министр физической культуры и спорта Карачева-Черкесии Рашид Узденов. Большая благодарность вам за то, что вы своим примером даете вектор подрастающему поколению, чтобы они понимали, в какую сторону должно двигаться общество, развиваться в сторону позитива и здорового образа жизни, в сторону созидания. Вам огромное спасибо. И я хочу вам пожелать, чтобы вы долгие годы оставались в такой прекрасной физической форме. Футбол – это командная игра. И уверен, что вы получите огромное удовольствие, отметил мэр Черкеска Алексей Баскаев. Отрадно именно, что вот так празднуются такие знаменательные даты, именно спортивными состязаниями. И футбол – вообще отличная игра, командная игра. Я уверен, что сегодня у вас есть возможность и продемонстрировать свою и физическую форму, и просто пообщаться с коллегами в такой неформальной обстановке. Мастерски выверенная игра и хорошая техническая подготовка вызывали бурю эмоций у болельщиков. Участие в подобных турнирах позволяет развивать дружеские отношения между различными ведомствами. И самое главное – сохранять спортивный дух, отмечают участники соревнования. Во-первых, это здоровый образ жизни, конечно же, поддержание своей физической формы. Во-вторых, это, конечно же, общение, новые знакомства с какими-то ребятами, не пересекаемся в плане трудовой деятельности, знакомимся на футбольных полях. В общем, одни плюсы, положительные их эмоции очень много. Это прекрасное мероприятие. Речь идет о том, что мы празднуем принятие нами самого главного закона страны. Так я желаю нам всем, чтобы права граждан, простых людей чтились и соблюдались в нашей стране на высшем уровне. В итоге победителем межведомственного турнира стала команда управления Росгвардии Республики, второе место у судебной системы и на третьем – футболисты погрануправления ФСБ. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачева, Черкесия.